Так, ну чё, друзья, мы встретились с Колей, рассказываем. Коль, наше заготовленное рукопожатие. Парни, я вам ещё раз говорю, будем слушаться, будем всё делать, блядь, командным духом, всё будет у нас нормально, блядь. Какая-то любимая кричалка у тебя фаната Спартака есть. Спартак Москва, ты не один, с тобой мы, мы победим. Тербия коса, Тербия коса. Один за всех, и все на кого! Ой, игра прекрасная, да. Мы старались, мы старались, как могли, да. Я сам из Туисской области, из города Ефремов. Мне было там по 6-7 лет, а они по 13-14, я не знаю, как они меня вообще видели на поле. Ригби это более такая, да, игра джентльменов. Я когда посмотрел, сколько там болельщиков, он говорит, ребят, надо сегодня, короче, как-то выигрывать. Молодец, Миша, молодец. Миша хороший, да. Миша хороший, да. Парни, всем привет. Мы запускаем две новых рубрики. Первая рубрика в нашем канале будет «Голос севера», где парни собираются, поют песни и будет максимально доносить до вас, как правильно исполнять какие-то заряды. Поэтому переходите в плейлист, просто учитесь и запоминайте, это, думаю, будет весело. И вторая наша рубрика – это «Разговор с молодым». С молодым разговором. Только не с Алексеем Молодым, как предыдущим нашим интервью. Да, назовем его «Разговор с молодыми». С воспитанниками. С спартаковскими воспитанниками, так и назовем. Сегодня с Колей рассказываем, встречаемся. Сегодня встречаемся с Колей, рассказываем, пообщаемся с Колей. Покажем вам, наверное, много чего интересного. А может быть и не покажем. А еще у нас сегодня будет выпуск про… Регби, торпеда, спартак. Так, поэтому смотрите, и мы начинаем. Только торпеда и «Спартак». Погнали. Матч «Спартак», «Торпеда» и с нами Михаил, и вы помните по тому выпуску. Мишань, ну что ты с рукой-то у тебя случился? Шахмат, шахмат. Шахмат играл? У меня связка. Порум, надорум, не знаю, посмотрим, МРТ сделаем. Еще неделю? Нет, надо подождать еще пару недель. Сегодня «Спартак», «Торпеда», товарищеский матч. Как вообще? Понятно, что ты сегодня не играешь, но в целом атмосфера в команде. Ну, атмосфера отличная в команде. Если говорить по игре, то пропустили две досадные попытки чисто на своих ошибках. Сейчас перерыв, счет 14-0. 17-0, они еще с рафной забили нам, да. По игре претензий никому нету. Единственное, говорю, просто ошибки из-за неопытности. Две попытки из-за того, что парни не перестроились до конца веер, ну, в линию, не защищались нормально. Вот, сейчас, я думаю, парни соберутся, да, потому что с конями у нас похожая ситуация была, что первый тайм мы проиграли. Второй тайм мы настроились, и игра пошла по-другому. Ну, в принципе, как все мясо, да, мы разгоняемся долго. По большому счету, любая команда «Спартака» разгоняется долго. Я надеюсь, да, что сейчас начнутся попытки, да. Да, у «Торпеды» довольно сильная сегодня команда, вот. Вот, ребята, вторая команда сейчас играет, но, как по нему, есть ребята из основной команды. Есть ребята из основной, как бы, ну, мы не против, для нас наоборот. Мне кажется, это большой опыт будет для вас. Конечно, чем сложнее соперник там, да, тем более, что мы братские коллективы, и... Это, хотел спросить, можно назвать этот матч таким же, как вот «Спартака», «Торпеда» голова в «Люжниках»? На «Стрельцоре». Тут одни кореша наши, по сути, из той стороны, из другой. С нами Ванька, который нам теперь помогает снимать наши выпуски. Вань, ну как? Отлично. Смотри, игрок «Торпеда»? Да. Как играем? Отлично. Мы выигрываем, это значит, что все хорошо. 17-0? Да, пока да, но будет больше. Ну, как тебе вообще? Вот на ЦСКА ты болел за «Спартак», что не играешь против «Спартака». Понятно, братские коллективы, но в целом, как вообще? Не имеет значения? Слушай, ну, игроки «Спартака» сказали, что в этом сезоне они не ставят никаких задач, кроме как сколотить команду. И, по сути, такой игрой мы им только помогаем, для того, чтобы они поняли. Потому что у вас есть несколько игроков возрастов, сколько я знаю, и они как бы, наши парни набирают опыта благодаря этому. Да, 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 поэтому выпускаю против них более опытных игроков, и мы сами учимся, и показываем им, как надо играть. Потому что более слабые команды, они уже выигрывают, надо расти. Мы еще одну попытку взнесли. Мы молодцы. Так, ну что, друзья, мы встретились с Колей, рассказываем. Коль, наше заготовленное рукопожатие. И подарок тебе от наших друзей магазинов «Ратрия». Спасибо. Может посмотреть, что там. Стиль. Такая для повседневной ходьбы, где ты знаешь, на сборах, на ужин. Или на трибуну там придешь, много раз всех в красном там. Это тебе от наших друзей. От нас. С линейдарными футболистами. Да, всех угадаешь. За «Спартаковский футбол». Это старцы Николай Петрович, Федор Федорович Черенков. Ну и операторы, но и операторов не знаю. Четко, четко. Первый конкурс прошел, можно продолжать интервью. Друзья, мы в Академии нашей, где Коля последние пять лет своей футбольной, да и в принципе жизни провел. Прекрасное место. Когда приехал сюда, когда только строили все это. Прямо на начальном этапе, получается, был. Здесь все новое, все классное. Здесь крутая атмосфера, Академия. Здесь с детства прививаешь, что такое «Спартак». Это легендарный клуб. За годы, за те годы, которые ты здесь провел, наверняка дружба крепкая с кем-то у тебя образовалась? Или прям со всеми игроками твоего года? Ну, мы постоянно общаемся, стараемся общаться со своими ровесниками, кто у нас был в команде. И кто-то старше, кто-то младше с ребятами. Потому что со сценой, кто переходит в дубль. Мы так же встречаемся там же, общаемся. Ты-то смотришь чемпионат мира по футболу? Есть время на это? Конечно, чемпионат мира смотрю. Типа, он проходит в России, даже если скажут. Бывал? Бывал на матче. И как вы думаете, на каком стадионе? Я думаю, что на нашем. Это великий стадион, да, открытие арены. В целом я не очень собирался, потому что у нас сборы. Не было времени похода на стадион, но как-то получилось. Какой матч был? Бывал Бразилия, Сербия. Я думаю, что многие смотрели Бразилия, Сербия. Слушай, по поводу Бразилии. Неймар и его вот эти знаменитые покачивания на поле от любого. Сейчас мы можем еще покачивать его знаменитые кувырки. Да, я про них и говорю. В принципе, знаешь, вспомнился какой момент. Ваш матч с Севильей. Ты играл в гостевой матч с Севильей, да? Да, конечно. И вот этот момент, который мы тоже сейчас покажем. Обращаюсь к режиссеру сегодняшней трансляции. Сразу несколько футболистов Спартака на газоне. Бог ты мой, у всех смотрят ноги. Я первый такой вижу. Максименко и еще несколько футболистов уже без сил. Расскажи, что это было? Я так понимаю, просто именно на эмоции вывело поведение испанцев, которые после каждого столкновения падали, держались за ноги. В целом, да. Мы же еще играли из дома здесь. Мы помним, как мы играли здесь. Они тоже самое. Как бы у них такой стиль. Это, возможно, испанский стиль. Я не знаю. Возможно, так в академии их учат. И они падают, они все время что-то недовольные какие-то. И в итоге мы, когда играли на выезде, они очень часто применяли это. Когда они ввели в счете? При счете того, что 3-2 футбол был? Решил быстро сообразить. Получил такую смехалочку на это. Ну, я так смотрю, среагировали все, включая Саша Максименко, который на воротах был. Все. Далеко причем от этого момента. Я сам не понял, что происходило в этот момент. Я мотру падают, и мне кричат, ложись. И я просто упал. Да, ребята, еще вот наш выпуск из Самары, где там продали мобиль была информация. У всех ли получилось? Если у кого-то не получилось, напишите нам в личку. Мы обязательно поможем. Там работает один паренек, который болеет за спардак, наш знакомый. Прямо мы вас отправим к нему, и если какие-то проблемы, поможем, так скажем. Смотрите дневник фаната. Коль, ну расскажи немного о себе. Я нарыл на тебя немного информации в интернете. Пока что статьи на Википедии нет, но я уверен, что она скоро появится. Откуда ты приехал, и как, в принципе, попал в Спартак? Я сам из Тульской области, из города Ефремов. Это на краю Тульской области, ближе к югу. Ну, юг Тульской области, ближе к Воронежу. Так что вот оттуда начинал я там играть. Потом я там играл на региональных, получается, турнирах всяких. Выезжал за нам Московск, где есть город такой, и меня пригласили туда. Я выезжал на все российские, на все эти алкоболы. Ну, это детские какие-то. Ну, я понял тоже, да. Да, ну и в итоге меня взяли в Тульский арсенал. Я буквально там полгода поиграл. Тогда еще в Тульский арсенал не был клубом таким, таким он сейчас является. Тогда просто как бы сильно была в академии, как бы, ну, на региональном уровне. Поиграл там полгода, вот меня пригласили в Спартак. Я читал, что ты начинал не защитником играть. Нет, я играл по защитникам крайним, причем по бровочке, как бегал, любил обыгрывать, забивать. Но так случилось, что когда я приехал сюда на просмотр, я тоже так же играл с края. Но когда меня взяли, мне предложили крайнего защитника. Как бы я, конечно, был недоволен, потому что когда ты играешь все время в атаке, хочется забивать. Я думаю, все мальчишки, когда, ну, приучаются к какому-то футболу, выходят во двор поиграть, всех тянет вперед, чтобы забить гол. Ну, конечно. Слушай, ну, раз заговорили, в принципе, о приходе в футбол, как тебе понравилась эта игра, с чего все началось? Может быть, какие-то телетрансляции, может быть, FIFA? Да нет, все много проще. У меня есть старший брат, который, я же младший, и мама, наверное, мама, не знаю, папа, кто там заставлял его. Может, он сам хотел, брал меня с собой играть в футбол, а он любитель, ну, любил футбол, любил поиграть. Просто, соответственно, во дворе, да, играли? Ну, он меня брал к старшим ребятам, я всегда был самый маленький, я не знаю, как, мне было там по 6-7 лет, а им по 13-14, я не знаю, как они меня вообще видели там на поле, я был очень маленький. Ну, вот я играл, с каждым годом так же брат меня водил, водил, и в итоге как-то он меня привел на секцию, на секцию, и вот с того момента все началось, как бы, я, конечно, я мечтал стать профессиональным. Футболистом, до сих пор мечтаю, но тогда я просто ходил и в удовольствие играл. Ну, как хобби, грубо говоря, да. Это мое развлечение было, чтобы не сидеть дома, я уходил утром там в 10 утра и возвращался домой в 10 вечера, чтобы это мама меня просто заставляла. Просто пинал меч, да, во дворе? Просто целыми днями я брал всех товарищей, которые там в классе моем учились в школе, всех на секцию, все занимались, потому что в таких маленьких городах мало кто занимается именно флоп постоянно. У нас были тренировки там в течение недели, пару занятий всего лишь, и когда ты еще приходишь туда, а там 5 человек тренируются, конечно же, не тренируешься, не поиграешь. Мне приходилось собирать только как банду свою какую-то там со всей улицы. Банда-коляса. Да, да. Кто-то заиграл сейчас, может быть, на... Нет, они все... Они так же во дворе продолжают играют, да? Да, так же во дворе, да. Только уже чуть более в сахте возрасте. Парни, спасибо, что пришли на славу. Я вам хочу сказать, что во всей федерации, по-русски говоря, охуели от количества болельщиков наших и от качества поддержки. Спасибо, что прислушались. Нам важно показать, что мы умеем нормально болеть, да, без грязи, там, без закидывания вот этих фоеров на поляну, хотя это тоже в некоторых моментах круто, да? В некоторых, да. Да, ну, большое вам спасибо. И сегодня тоже вот ребята пришли, пускай не так много, но нам приятно вообще поддержка каждого вообще везде. То есть, будь то инстаграм, будь то это там на улице, да, будь то на футболе кто-то подойдет, скажет, парень, типа, от души там, вот. И еще хочу сказать, что давайте переходите к нам в команду. Нам будет приятно, если наша братва будет с нами рубиться, как бы, за Ром. Сегодня ты за кого болеешь? Сегодня за регбиное торпедо, потому что начинал с парнями. Вот, они первый сезон отыграли, я присоединился во втором сезоне. Вот, очень много действительно парней, кто за Спартак играет, в том числе из разных коллективов, вот. И, соответственно, начинали. Ну, то есть, нету такого сегодня, что прям, блин, Спартак, типа, что-то другое. Такое более братское отношение, кто за кого играет, да? Более семейный. Нету вот этого, типа, ты там конь, а ты мясо, и тут все проще. Да, это вот регби, это более такая, да, игра джентльменов. Вот, и всегда после игры с большинством команды, вот, принято, да, в третий тайм ты идешь в бар. Ну да, отмечаешь общую игру. Слушай, ну, что касается здоровья, когда восстановишься, когда будешь готов играть? На сборы летишь, я так понимаю? На сборы, да, я лечу. Сказали, скорее всего, придется неделю потренироваться по индивидуальной программе в Австрии. Ну, вот, дальше посмотрим. Так что, надеюсь, что скоро все начнется. Ну, к началу сезона, в любом случае, надеюсь, восстановишь. Друзья, подписываемся на Инстаграм Коля. Желаем ему скорейшего выздоровления, ей наверняка это поможет. Лучи, аура и добра долетят до Австрии. В Австрии сборы у нас следующие, да? Посмотрел твой Инстаграм, опять-таки. Посмотрел твой Инстаграм, подписан ты на некоторых рэперов. Да, я люблю рэп. Русский? Ну, я в целом полюблю вообще рэп, как бы, рэп-культуру, вот это все. Я не так много знаю рэперов, особенно, ну, иностранный рэп. Не запоминаю, у меня почему-то плохая память на имена. Тем более, я так понял, ты с английским не особо владаешь. С английским я вообще, да. Из-за этого я, может, и слушаю американский рэп. А знаешь, как у нас Вася с английским знаком? Ты выпуск еще посмотришь, мы тебе покажем. Хорошо. С Пробесом я пообщался как-то. Очень быстро причем. В Спартаке, Орвову, Орвову, поэтому, да. Yes, of course. Что из русского рэпа слушаешь? Русский рэп, это такие как ЛТЛ. Мне еще нравится группа Чемодан. Чемодан Клан, Грязный Луи, Брик Базука. Толстый Лачо. Это если я когда-то начну читать рэп, я думаю, возьму себе такой псевдоним. Такое же, можно сказать, новая школа, да? Ну, скажем, да, Яникс, там, ну, я не знаю, Яникс, и Фест. В целом я стараюсь слушать как можно больше, взять вот такую много исполнителей. Что нравится, что не нравится у всех бывает, хорошие песни у всех бывают, такие не очень. Старший брат мой всегда приучает к тексту, главный текст. Старший, наверное, что-то такое типа Центра слушает, да? Не, он, ну, а вот Центр, вот я тоже слушаю, Центр, Гуф, Слим. Рэп-баттлы. Рэп-баттлы, и вот сейчас потихонечку я как-то... Подтягиваешься? Да, я смотрел баттл на Версусе, это, помню, Версус был, Слава КПСС. Вот это я единственный баттл, который полностью посмотрел, а сейчас я смотрю больше на битах. Там 140 bpm, рвать на битах, опять-таки, да. 140 bpm, да, всякие вот эти. Потому что я считаю как-то, ну, как мне больше нравится на битах все-таки вот этот стиль. Тем более недавно я пересматривал восьмую милю, и там тоже вот этот бит, и вот мне очень многие песни нравятся именно из-за бита. Бит и музыка, вот это все. Бывает даже слова не особо эффектно звучат, да, но благодаря биту. Говорит, что ты слушаешь, а я говорю, ты послушай бит, послушай музыку. Зачем тебе слова сейчас, так что надо кайфовать. Саны, еще раз напоминаю, не собачимся, на поле не ругаемся, блядь, не ругаемся. Сомнялись все. Есть капитан, Паша, блядь, слушаем его, его критику воспринимаем нормально. Он может на эмоциях говорить, но говорит по делу. Не пререкаемся, схватка слушает рыжего. Тихо. Парни, я вам еще раз говорю, будем слушаться, будем все делать, блядь, командным духом. Все будет у нас нормально, блядь. Схватку мы втолкаем, захватку входит, они нам дают пробегать, они ничем не лучше нас. Все, что они нам занесли, это только наша ошибка, только наш брак. Брак схватчиков, брак веера. Здесь нет личных браков, здесь есть брак команды полноценно, парни. Поймите это. Так что давайте прекращаем балаганить, прекращаем ругаться. Работаем жестко, спокойно. Играем как умеем, блядь. Больше от нас никто не требует. Так что давайте, парни. Один за всех! И все за кого! Большие пребольшие! Си-си! Голодые, холодные! Виво! А что мы играем? Рэгби! 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 Миш, как тебе игра сегодня? О, игра прекрасная, да. Мы старались, мы старались как могли, да. Ну что, зрителей было мало, поэтому вот счет на того. Поэтому счет на того. Счет вот только и за зрителей. Спасибо, Миш, большое за интервью. Спасибо, спасибо. Здорово. Здорово. Молодец, Миша, молодец. Миша хороший, да. Миша хороший, да. Пишите в комментариях, Миша хороший. Лучше он выберет для них. Слушай, заканчивая тему инстаграма, которую я изучил. Юрий Дудь, у тебя тоже в подписчиках или в подписках, скорее, да, пока что. Смотришь интервью его? Конечно, смотрю интервью. Я практически с самого начала. Какие там три лучших выпуска Юрия Дудя прямо сейчас? Так, ну Серебряков понравился, Хабенский и, конечно же, Рэб Гуф. Хорошие выпуски, согласен, я там все пересмотрел. Но в целом много крутых выпусков. Смотришь ли ты дневник фаната? Пока нет, но я думаю, скоро начнет, наверное. Пару выпусков вначале точно смотрел. Сейчас затянет. Нет, чуть-чуть отлегся от этого. Может, чуть-чуть, может, понадобело это все, футбольная движуха. Следующий выпуск ты обязательно посмотришь. Следующий точно. Потому что там даже подпишусь внизу. Супер. И поставлю лайк. Это вот где-то здесь, да, вот ссылки? Вот тут. Вышел, получается, когда вы начали выходить после трибунного помещения на игру. Я когда посмотрел, сколько там болельщиков, думаю, ребят, надо сегодня, короче, как-то выигрывать по-любому. Или что за такое, оно биться. Потому что атмосфера была сумасшедшая. Не на каждый клуб премьер-лиги хоть столько болельщиков, а к тем более к нам прилетели. Да, да, и это было очень приятно, и в итоге все увидели заряд, как мы заряжены были, как мы бились. И вот в конце матча вы все подошли к трибуне, это были тоже очень эмоциональные такие ощущения. И меня, к сожалению, в Севиле не было, но парни рассказывают, что было реально очень круто. Или то, что придет, придут много болельщиков, но меня ждал, что столь, почти 5 трибуна, там, половина, было. Это очень много. Они нас очень поддерживали и заводили на игру. И мне кажется, вообще взаимодействие болельщиков и игроков после матча, это, наверное, такое. Максимально энергетически подпитанная тема, которая подпитывает на будущее какое-то взаимодействие. Есть ли? Там были матчи, и когда мы за дубль, за молодежь поиграли. Здесь, соответственно, да? Ну и здесь, да, где-то. Но в основном на выезде обычно. В Перми было, так неплохо народу помню. В Екатеринбурге вообще сумасшедшие. Я тогда тоже, я первый раз, наверное, когда ездил на выезде, столько народу увидел. Мы пришли, а там еще игра в лесу каком-то. Вообще там людей не видно. А тут выходишь, и целый сектор такой был. Ну, небольшой, но много было очень народу. Я думаю, слышимость даже на таких маленьких стадионах, она больше, чем на крупных аренах. И, наверное, когда там 50-100 человек кричит вперед «Спартак», ты четко на любой бровке это услышишь? Конечно, конечно, все это слышно. И мы все понимаем прекрасно, что за нами болельщики смотрят, переживают. И нам надо как можно лучше проявить себя, чтобы они не зря приехали. Чтобы они не зря приехали, и как можно лучше сыграть. Слушай, ну, надеюсь, что в этом сезоне ты наденешь майку основного состава, выйдешь на открытие арена. 45 тысяч человек будут кричать «Вперед! Спартак!». Или это будет пускай какая-то выездная игра. И ощутишь это сполна. Я так понимаю, ты уже видел это на скамейке? Конечно, да. На скамейке я уже не один раз видел. Ну, или на трибуне, опять-таки, да? Вот. Но мне кажется, когда именно надеваешь майку, выходишь на поле среди 11 бойцов наших красно-белых, это должно максимально зарядить у тебя и партнеров. Соответственно, давай давай про наши заряды с трибуны. Что нравится? Может быть, какая-то любимая кричалка у тебя фаната «Спартака» есть? Ну, у меня есть, да. Мне очень нравится, когда все болельщики все вместе на фанатке кричат «Спартак Москва, ты не один, с тобой мы, мы победим». «Спартак Москва, ты не один, с тобой мы, мы победим! Спартак Москва! Спартак Москва!» Вот это самая такая прям, ну, для меня лично. Но звучит классно как-то, когда все вместе, очень круто. А так кричалок много, там про ЦСКА, там… Разные есть, да? Да, я знаю, разные. Мы даже были, когда маленькие, вот, в Академии, у нас, мы выезжали на хоккей. А хоккей играли здесь, в «Сокольниках», и мы выезжали, и туда какой-то матч был, и мы были, получается, в секторе фаната, ну, где фанаты «Спартака». Ну, за воротами, да, за воротами, а мы на противоположной, и там было написано «Академия», как бы у нас баннер, что там «Академия» ребята сидят, и вот мы заряжали там то же самое «Сербия», «Косово», «Сербия», «Косово», «Сербия», «Косово», и вот так мы заряжали, и там даже где-то в «Афраторе» писали то, что молодцы ребята. Я так понимаю, вообще, «Спартаковский дух» в «Академии», он царит от и до, там, от того дня, когда ты пришел, и никогда от тебя не уходит, потому что, ну, пропитаны вы им. И, конечно, это все пропитано. Слушай, Коль, спасибо тебе большое за интервью. Желаем тебе, в первую очередь, скорее всего, выздоровления, выхода на поле. И очень круто, если наш воспитанник заиграет в основе «Спартака», будет вести «Спартак» вперед. Я видел момент нарезок твоей игры, где ты играешь не только в защите, но подключаешься вперед, забиваешь голы. Сейчас мы это, друзья, и вам покажем. И у нас есть приз, подарок, розыгрыш для наших подписчиков. Мы будем подписывать этот мяч у всех «Спартаковцев», с которыми будем пересекаться на футболе, может быть, где-то какие-то личные встречи. И ты первый, кто этот мяч подпишешь. Открываем, да? Да. Открываем рубрику. А потом мы этот мяч среди наших подписчиков разыграем, когда все створки будут заполнены. Может быть, это будет 92-й, да, номер? Да, 92-й. Слушай, ну и пару слов подписчикам, друзьям, кому угодно. Что я могу сказать? Спартак – великий клуб, и это не просто слова. Я уже в течение большого времени в этой системе. Так что болейте за «Спартак». Смотрите. Дневник фаната. Всем привет. Всего хорошего. Сила, спасибо тебе большое, Коль. А мы погнали дальше. Куда? Не знаю. Парни, еще мы вас практически никогда не просим об этом, но сегодня попросим. У нас есть в соцсети Телеграм, Твиттер, Фейсбук, Контакты, Инстаграм. Ссылки будут внизу. Подписывайтесь, следите за нашими новостями. Скоро сезон. Будем стараться вас удивлять такими фрагментами, как вот сегодня с Колей рассказываем, регби наше и куча других сюжетов. Поэтому смотрите. Впереди у нас много наших молодых игроков, которые выросли из вот таких до вот уже таких. Поэтому, думаю, будет интересно. Если тема зайдет, пишите комментарии, как бы вы хотели увидеть в следующей передаче. И, конечно же, ставьте лайки, друзья.